В Измаиле находится полтора десятка храмов. Большинство из них православные. Праздничные богослужения начали с них 6 января со всеночного бдения, с Великим Повечерием, на котором пели и читали пророчества о Рождестве. 7 января во всех церквях служили Божественные Литургии святого Иоанна Златоуста. Наша съемочная группа побывала в главном храме города Измаила в Свято-Покровском кафедральном соборе. Этому замечательному памятнику архитектуры скоро исполнится 200 лет. Он красив и величествен. Живопись на его стенах выполнена на основе воснецовских росписей Владимирского собора в Киеве. Верующие свято чтут чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, Избавительницу, привезенную с Афона на благословение Измаила, Скоропослушницу и многие другие, расположенные здесь. Рано утром 7 января, несмотря на 15-ти градусный мороз, здесь собрались прихожане, чтобы вместе отметить великий и спасительный праздник Рождества Христова. Главная икона праздника, расположенная на центральном аналоге, повествует о библейском сюжете. На окраине маленького городка Вифлеема в Хлеву у Девы Марии родился Сын Божий Иисус Христос. Ангелы явились пастухам на поле близ Вифлеема и возвестили, что в мир пришел Спаситель. А новая звезда указала путь к месту его рождения. Светлая торжественная атмосфера царила в храме. Ведь в иерархии праздников православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Правил божественную литургию настоятель храма протерей Симеон Мухин в сослужении с другими священнослужителями собора. Он обратился к пастыре со словами поздравления. От себя и от всего нашего соборного духовенства с этим радостным праздником Рождества Христова. Пусть радость о рожденном Богомладенце воссияет в сердцах всех людей. Пусть Господь пошлет мир, который станет нормой нашего бытия. Пусть Господь простит нам вся согрешение, вольное и невольное, да мы идя по жизни могли исполниться радости о рожденном Богомладенце. Аминь. По окончании праздничной литургии, по сложившейся традиции, перед прихожанами и гостями выступили певчие собора и мужской хор священнослужителей Покров. Проникновенные слова божественных песен и приятные голоса никого не оставили равнодушными. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ